Привет! А в этом видео мы расскажем и пошагово покажем как приготовить щи из свежей капусты с овощами и курицей. Для приготовления щей нам потребуется картофель, 4 большие картофелины. Будем брать с расчетом на кастрюлю с водой в 4 литра. Капуста средняя, 2-3 средних моркови, курица. Будем брать бедренную часть 2 штуки. Для зажарки также нам потребуется томаты 2 штуки. Мы уже порезали перец, также будем зажаривать, 2 средние луковицы, соль, перец по вкусу и зелень. Зелень мы будем брать замороженная. Итак, приступаем к приготовлению. В кастрюлю наливаем холодную воду 4 литра и будем опускать в холодную воду бедрышки курицы. Будем накрывать крышкой и варить до закипания. Пока варится курица в воде, нам необходимо нарезать картофель и потереть на терке морковь. Итак, мы нарезали картофель, натерли на терку морковь и достаточно мелко нашинковали капусту. Курица у нас один раз закипела и мы сменили воду, то есть залили ее повторно холодной водой и ждем снова закипания. курочка закипает и нам нужно убрать пенку сверху. и всыпаем аккуратно картофель. Снова закипит. Снова закрываем крышкой и даем закипеть. Картошка у нас проварилась в течение 10 минут и теперь можно добавлять морковь. Также будем добавлять капусту. Итак, у нас в бульоне варилась курица, куриные бедрышки. Мы добавили картофель, морковь и капусту. Пока это все будет вариться на протяжении минут десяти, мы приготовим зажарку. из томатов, лука и перца. Субтитры подогнал «Симон»! Итак, мы нарезали перец, томаты и лук. И это все будем сейчас обжаривать на сковороде. На разогретую сковороду вливаем масло, выкладываем перец, сомат. Лук. Давайте покалить. Добавляем. Добавляем немного томатной пасты. Обжариваем овощи на протяжении пяти минут. Периодически перемешиваем. Можно накрыть крышкой, пусть потомятся на слабом огне в течение двух-трех минут. Овощи потушились и будем их выкладывать в суп. Примешиваем. Нужно посолить. Сыпем две неполные чайные ложки соли. Бросаем пару перчинок. Добавляем абсолютно любую зелень. Снова все перемешиваем. Немного перчим. Накрываем крышкой и оставляем еще так на пять минут, после чего выключаем. Выключаем суп, еще раз перемешиваем и будем подавать к столу со сметанкой. Вот такие щи со сметанкой у нас готовы. Получились наваристые, вкусные, аппетитные, очень красивые. Курочку мы выложили отдельно. Добавили сметанку в суп. Попробуйте вы приготовить щи с овощами и курицей по нашему рецепту. Приятного вам аппетита!